Привет! На календаре пятница я подготовила очередную подборку наиболее просматриваемых новостей на сайте КТК в разделе «Лента». Так что я расскажу лишь о том, что интересовало именно вас. И этот выпуск без новостей про коронавирус. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И расовой вражды, а также культа жестокости. Все это касается организаторов массовых мероприятий и артистов. Также при принятии закона организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупреждать публику об использовании фонограмм во время выступления артистов эстрады. Это даст возможность зрителю право выбора – платить за концерт под фонограмму или отказаться от него. Предполагается, что это отразится и на стоимости билета. Напомним, согласно новому закону, казахстанским артистам также придется забыть об алкоголе на сцене и оскорблении зрителей. Теперь носители культуры в массы заставят вести себя прилично. За нарушение норм будет предусмотрена административная ответственность. Следующая новость буквально взорвала СМИ. Ровно четыре дня потребовалось в службе экономических расследований, чтобы официально подтвердить арест Ельжана Бертанова. Экс-министра здравоохранения сейчас подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Правда, о какой сумме идет речь и куда должны были пойти бюджетные деньги, не уточняется. Но на днях в соцсетях и СМИ обсуждалась информация о том, что экс-министра обвиняют в хищении полумиллиарда тенге, выделенных на цифровизацию в сфере здравоохранения. Ее пока не подтвердили. Напомню, что по этому делу уже проходит бывший зам Бертанова Алжас Абишев. Его задержали еще в августе. Сам экс-министр место в составе правительства получил в 2017-м, но в самый разгар пандемии заболел коронавирусом и 25 июня покинул свой пост. К слову, пока никаких других обвинений бывшему начальству Минздрава не предъявлено. За злоупотребление полномочиями во время летней коронавирусной лихорадки сейчас расследуют дело только в отношении бывшего главы СК формации Берека Шарипа. А вчера казахстанские врачи и общественники встали на защиту Ельжана Бертанова. Авторитетные медики написали открытое письмо с требованием освободить экс-министра здравоохранения. Они считают, обвинения в его адрес необоснованы. Среди тех, кто поддержал коллегу, известные на всю страну профессора Акшулаков, Пя, Лакшин, Байгенджин и Шарман. Адвокат Бертанова также сделал заявление о том, что его подзащитный настроен бороться, цитирую, против лжи, за истину. Экс-министр искренне благодарен и признателен каждому. Он чувствует поддержку людей через холодные и глухие стены, ощущает их тепло и слышит добрые слова. Ну а следующая публикация в разделе лента стала самой распространяемой среди пользователей сети. В Алматы блогер-экстремал зацепился за вагон поезда метро. На кадрах видно, как мужчина сначала оглядывается по сторонам, и, заметив, что никого из сотрудников метрополитена нет на станции, цепляется за последний вагон движущегося поезда. Видео уже изучает правоохранительный орган. Настало время назвать самую популярную новость среди наших читателей на сайте КТК в разделе лента. Сотрудник полиции избил пассажира в аэропорту Алматы. Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, инцидент произошел 2 ноября. Дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы от представителя авиакомпании «Флайерстан» поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на выход номер 8, где находится мужчина в нетрезвом состоянии, вылетающий рейсом Алматы-Костанай. При проверке транспортный полицейский установили мужчину, ранее неоднократно судимого жителя города Костаная, 1984 года рождения. Пока его пытались доставить дежурную часть, правонарушитель не подчинялся законным требованиям, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение. После чего полицейскими была применена физическая сила и специальные средства. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени. В отношении пассажира начато досудебное расследование за оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. На сегодня все. Читайте ленту на сайте КТК и подписывайтесь на наши соцсети. И не забывайте нажимать колокольчик. Увидимся ровно через неделю. Пока.